я не очень понимаю зачем людям красивые номера вот честно я сам езжу за рулем принципиально не пользуюсь служебным думским автомобилем и меня никогда не было желания значит чтобы у меня был некий номер который как-то бы отличался от всех других прав на дороге у тебя от этого не становится больше это однозначно в общении с сотрудниками гибдд это точно не является какой-то преференции значит камеры на столбах и камеры видеофиксации читают эти номера точно так же как все остальные штраф тебе все равно придет по почте если даже тебя не встретил сотрудник гаи но при этом желающие заполучить вот эти вот номера с какой-то интересный там буквенной серии либо значит с красивыми цифрами они день за днем формируют колоссальнейший многомиллионный как минимум коррупционный рынок вот вокруг гибдд я помню многочисленные попытки с этим как-то побороться ну например компьютеризировать до саму процедуру выдачи номеров очередь чтобы значит техника они некий инспектор значит определял кому в какой очередности эти номера будут выдаваться у меня ощущение что эту систему обманули еще до того как она была установлена и все значит вернулась на круги своя сейчас в думе есть несколько законопроектов которые например предлагают сделать аукционную продажу вот этих вот номеров но честно говоря мне не очень верится и в эффективность подобные меры есть достаточно экстравагантные способы борьбы с этим например в ряде стран красивые номера присваиваются исключительно бытовой техники ну грубо говоря мусоровозом или уборочным машинам и они висят только на ней эта политика значит государства потому что даже если кто-то потом себе купит такой номер то он будет ездить вот как вот тот мусоровоз поэтому вариантов для этого для решения этого масса причем с оговоркой что ни один из вариантов не гарантирует решение этой проблемы лишь повышает в конечном итоге коррупционные ставки то есть если по-русски говорят то номер еще чуть-чуть дорожает ну иногда в разы иногда там еще как-то на мой взгляд проблема гораздо глубже проблема не в неком красивом номере а проблема все-таки в отношениях с сотрудниками правоохранительных органов потому что как правило все таки на мой взгляд основным мотивом для приобретения этого номера является значит демонстрация собственной исключительности в первую очередь сотрудникам гибдд и иных правоохранительных органов и другим участникам дорожного движения что ты там можешь выехать на разделительную полосу там навстречную развернуться через двойную сплошную или еще что то на мой взгляд вопрос в данном случае лежит не в области права юриспруденции или еще чего-то а он лежит в области морали и воспитания потому что на это обычное хамство на дорогах но под прикрытием красивого номера и будем мы бороться с вот этим вот следствием или не будем это лишь вопрос того что это будет просто хамство или хамство с красивыми номерами поэтому на мой взгляд мы должны системно менять отношение водителей к дорожному движению кстати в москве она не самое плохое вот я много езжу по регионам и есть регионы где я бы в принципе не сел никогда за руль потому что это гораздо хуже чем в столице но значит этот пример означает что можно двигаться в позитивном направлении там если ты ну я может быть приведу совсем простой пример но если ты сегодня мигнул аварийкой тому человеку который значит уступил тебе дорогу и который пропустил тебя то ты уже внес значит свой элемент порядка вот в этот хаос который творится на наших дорогах поэтому я считаю что в данном случае надо не изобретать какой-то велосипед а просто начинать себя и и вот работать в этом направлении